Меня зовут Сергей Евков, я врач-анестезиолог, врач уличной медицины. Сегодня я расскажу про уличную медицину, про что это такое, как это вообще в мире устроено, почему это очень важно, и как у нас в Петербурге обстоят дела с медицинской помощью на улице. В общем, я являюсь руководителем и организатором проекта «Благотворительная больница». Волонтеры которого, медики-волонтеры и другие неравнодушные люди оказывают медицинскую помощь бездомным людям на улицах Петербурга. Немножко исторического экскурса. Вообще уличная медицина возникла в 80-х годах прошлого столетия. Пионеры уличной медицины, правозащитники в мире решили, что быть здоровым — это право, а не привилегия. И выяснили, и увидели, что огромное количество людей в мире просто не имеет доступа к медицинской помощи, к первичному звену здравоохранения. Это не какие-то сложные высокотехнологичные операции, а имелось в виду обычная консультация врача, вакцинация, перевязка, снятие швов. В общем, абсолютный стандартный амбулаторный прием. Все, что можно сделать в поликлинике, у многих людей в мире не было возможности это делать. И врачи, фельдшера, медсестры, студенты-резиденты, магистратура, в общем, ординатура выходили на улицу, обходили заброшенные помещения, парки, скверы, станции метро, приходили в приюты и оказывали медицинскую помощь. Прямо на улице, прямо под открытым небом, порой использовали специальные медицинские фургоны, чтобы это можно делать в непогоду или в холодное время года. И это с тех лет стало достаточно массовым движением, и развивается по сей день активно в странах. Вот пришло в Россию некоторое время назад и тоже имеет отклик в сердцах многих врачей и медицинских работников. А уличную медицину называют часто урбанистической. Дело в том, что проблемы, с которыми сталкивается уличная медицина, они, конечно, возникают в городах-мегаполисах, в больших населенных пунктах, где люди в силу каких-то причин становятся бездомными. Они начинают жить на улице, и отсюда появляются многие проблемы со здоровьем. Конечно, уличная медицина — это не сельская местность, это не театр нашей работы, это не какие-то малонаселенные пункты. Это в основном мегаполисы. Это, например, наш Петербург, 6-5-миллионный город. Это мегаполисы, где пересекаются огромные миграционные потоки, внутренние, внешние, и люди в силу каких-то определенных причин разных становятся уличными людьми и становятся пациентами, пациентами врачей уличной медицины. Еще про уличную медицину говорят так. Можно, в принципе, никуда не ехать, не спасать мир в Африке, не ехать в Латинскую Америку, выйти просто на улицы вашего города, мегаполис, и посмотреть, оглянуться вокруг и встретить, на самом деле, очень большое количество пациентов, которые... состояние здоровья которых достаточно запущено. Можно встретить очень забытые заболевания, которых мы только читали в книгах и только слышали. Мы можем встретить там достаточно страшные картины. И порой мы думаем, что это только далеко где-то там, где нет воды, где была война, где нет какие-то гуманитарной катастрофы. На самом деле, можно просто пройтись по некоторым районам Петербурга, выйти в людные места и встретить людей, у которых большие, сложные, серьезные проблемы. И это, конечно, не агитация, чтобы никто не мигрировал, не ехал помогать с врачами без границ, но на самом-то деле, многие начинали с этого. И я чуть позже расскажу про адептов и ветеранов уличной медицины в мире. И многие из них, они, конечно, работали в сложных условиях нашей планеты, где действительно доступ к медицинской помощи, как и доступ к воде, к еде, и к образованию у нас отсутствуют. Как вообще? Вот это слово совсем. И это такая тоже интересная деталь и характеристика уличной медицины. Как это вообще выглядит в мире? Это вот несколько слайдов, несколько фотографий, штаты. То есть это прямо вот, ну, в теплое время года это можно делать прямо на улице, там, где достаточно круглый год, достаточно тепло. Осмотр, консультация, измерение давления или вот специальный медицинский фургон, о которых я говорил, да, где вот, собственно, ездят врачи, волонтеры, сотрудники ни коммерческих, ни правительственных организаций, в том числе, и оказывают медицинскую помощь. Вот. О чем подробно чуть попозже я скажу. Собственно, вот те замечательные люди, я хотел бы вас с ними познакомить хотя бы вот в таком виде, в слайдах, потому что я вот с одним из них я знаком лично, и, возможно, чуть позже получится познакомиться с ними. Со всеми. Это удивительные люди, о них есть что почитать и посмотреть, о них тоже есть что. Это и документальные фильмы, и книги, и автобиографические, и научно-популярные, да, и специфические какие-то медицинские истории и собрания сочинений. Ну, начнем с Джима Визерса. Это, конечно, очень известный врач в Штатах. Он основатель Института уличной медицины, такой организации, которая в Пенсильвании возникла тоже в начале прошлого века, целью которой является объединение групп уличной медицины и проведение международного симпозиума, который проходит раз в году. Это настоящая медицинская конференция, где собираются люди, которые объединены вот этой общей идеей, что уличному человеку не должно быть холодно, голодно и больно, да, это наш такой питерский, может быть, девиз, но, по сути, что любой человек может быть здоров, даже на улице, и это важно. Люди собираются в разных точках планеты и в разных залах параллельными потоками, огромное количество докладов, в том числе и постерных, и живое общение, обсуждают новости, обсуждают новые течения, подходы, гайдлайны, потому что очень важно понимать, что уличная медицина, она, конечно, отличается от амбулаторного звена, от стационарного звена, ему не учат в вузах, и вот Джим пытается с командой, небольшой абсолютно командой своей организации поменять подходы и системно решить вопросы, в том числе обучение. С ним мне удалось пообщаться лично, прекрасный человек, замечательный, просто до сих пор мы на связи и обмениваемся информацией. Ксавье Эммануэле это французский врач, он анестезиолог, он министр и сейчас политический деятель. Чем он известен, чем он интересен? Ну, наверное, двумя вещами, которые меня очень сильно впечатлили. Во-первых, он написал замечательную книгу, она есть даже на русском языке, уже в переводе, про бездомность, про социальную исключенность. Дело в том, что бездомные люди это сложные пациенты. У них есть, если с медицинской точки зрения, сниженная приверженность к лечению. То есть, они не могут забывать, как нужно принимать таблетки, они могут их принять все одновременно, за один день, а могут, хотя было сказано, что их нужно принимать по одной-три раза в течение недели. Они могут забыть прийти и даже на такой уличный прием на углу одной улицы и другой улицы завтра в пять вечера, потому что там будут медики, которые на улице посмотрят и перевяжут рано. Они могут не перевязывать сами, хотя у них будут все необходимые лекарства. Вот, Ксавье об этом пишет очень красочно с историями жизни и своей собственной практики на улицах Парижа. И это очень впечатляюще, потому что важно понимать, что те проблемы, о которых пишут, допустим, Ксавье, они такие же, как у нас, абсолютно те же пациенты, абсолютно те же проблемы, с ними, да, интересные случаи, мы что-то похожее видим в Петербурге. То есть люди, они, да, они могут различаться цветом кожи и языковыми какими-то там историями, но с теми же запросами, с теми же проблемами и особенностями. Второе, что очень важно знать про Ксавье, это он создатель социального патруля. Ну, если просто, это такси и скорая помощь для бездомных людей. Почему это немножко такой симбиоз, да, бездомных людей важно принимать их образ жизни, не пытаться их изменить вот всю секунду и манипулировать и говорить, как нужно жить, что нужно срочно менять образ жизни, срочно нужно там не жить в картонной коробке или в коллекторе или в заброшенном помещении. Они приспособились к такой жизни не просто так, если у кого-то свои причины, важно это понимать. и вот социальный патруль это вот такое вот такси в том числе, когда бездомного можно куда-то отвезти, либо к нему приезжает группа медиков, социальных работников, равных консультатов и оказывает помощь на месте. Это называется аутрич работа, когда к целевой группе едут, а не она идет куда-то. И это важно понимать, это важный аспект работы, что мы приезжаем к людям, порой даже в гости мы заходим в их дом, какой бы он ни был странно выглядевший, мы спрашиваем разрешение, мы общаемся на их территории, и это важно понимать, уважать и принимать. Про скорую помощь здесь нужно тоже объяснить, что социальная составляющая уличной медицины неотделима собственно от медицины, поэтому где есть социальный работник, там здорово, если есть врач уличной медицины или медик, который разбирается в широком диапазоне проблем и может помочь на месте. Вот Ксавье это все придумал, и этот проект до сих пор работает в Париже очень успешно, он трансформирован, например, на Москву, и не так давно в Петербурге тоже появился социальный патруль, который можно вызвать любому гражданину, также позвонив в скорую помощь, но этот именно патруль, именно эта машина, она приедет к бездомному человеку, потому что у него особенный запрос, и на медицину, социальную помощь, и на транспортировку, и вот это все укладывается в такое понятие. Далее хочется рассказать пару слов про Джека Прегера, это удивительный человек, ему сейчас 90 лет, он живет в Индии, это английский в прошлом фермер, и он на тракторе где-то у Эльси пахал и пахал в поля, засаживал их чем-то, в общем, обрабатывал, и в 35 он решил стать хирургом, в 35 он поступил, и там через несколько лет он закончил какой-то колледж местечковый, стал хирургом, поехал в Бангладеш и далее в Индию, его вот это все очень пленило, интересовало, была определенная мотивация помогать людям, и в Калькутте он до сих пор работает, начинал он на улице, собственно, все это продолжается, работает на улице, так называемая асфальтная клиника в переводе на русский язык, это очень классическая такая схема помощи, теплое время года, Индия, ну, сезон дождей пройдет, в принципе, все равно, или в сезон дождей все равно будет тепло, можно лечить прямо на улице, и вдоль тротуара выстраивались, значит, и индийцы, и по очереди он всех принимал, хранил там инструменты в какой-то церквушке, и вот лечил все подряд, как обычно, в общем, межицеплинарно, детей, взрослых, лепру, пневмонию, в общем, все соответствующее, тропические инфекции, вот, и у него есть, конечно, последователи, это калькутская организация до сих пор существует. Пол Фармер, мой кумир, бостонский доктор, чем он знаменит и интересен? Во-первых, о нем написана тоже книга «За горами горы», она на русском языке и замечательная, есть даже документальный фильм, как в пол лечит людей на Гаити, он создатель, один из создателей системы здравоохранения на Гаити. Там не было ничего и важно тоже заметить, что это не просто человек, который построил одну больницу или там пять больниц, он еще занимался и тем, что проводил канализацию, воду и строил школы, потому что это все взаимосвязано, такая инфраструктура и здравоохранение и в нашей стране, и в другой, какой-либо другой, не может быть изолировано от каких-то других социальных аспектов нашей жизни. И он сам клиницист, он автор такого прекрасного выражения, которое, конечно, спорное, что прощение получить легче, чем разрешение, потому что в свои годы практики это general practice доктор, который из Бостона возил тайком антиретровирусную терапию для людей со спидом. Тогда она стоила баснословных денег, потом он занимался множественно лекарственно устойчивым туберкулезом и тоже тайком возил за какие-то большие деньги, а где-то просто списывал на третьих лиц эти препараты и доказал миру, что множественно лекарственно устойчивый туберкулез можно лечить определенными схемами. И самое, наверное, важное в мировом аспекте, чем мы сейчас пользуемся до сих пор, его команда участвовала в политической такой деятельности по снижению стоимости на препараты. Дело в том, что в те годы, если кто может знает, смотрел «Даллский клуб покупателей» или там Юра Дудя про ВИЧ-инфекцию, в общем, история такова, что появлялось понимание, что ВИЧ есть, но эффективность препаратов была низка или их было мало, они стоили дорого. Так вот, группа фармера, она на национальном уровне, в том числе и на мировом, в частности, меняла этот подход, что таким образом, что в итоге в фармкомпании начали выпускать больше этих препаратов, разные компании начали производить разные препараты, появлялись дженерики, ну то есть и рынок насытился препаратами от ВИЧ-инфекции, и цена на них упала, и теперь мы можем вот позволить себе даже купить их достаточно за небольшие деньги по сравнению там еще лет 30 назад. Было совсем по-другому. вот, и вот последний, конечно, мой кумир, это женщина, не только про мужчин сегодня, врачи в уличной медицины, это женщина удивительной судьбы, ее зовут Дженни, Беллаторе, это женщина из Перу, и, как интересно заметить, она детский хирург по образованию, вот, она жила в очень бедной семье в Перу, мать ее болела достаточно сильно, когда Дженни было около 10 лет, все хорошо закончилось, там долго ждали доктора в какой-то деревеньке в Перу, он приехал, вылечил мать, ну и тогда Дженни решила стать врачом. Она получила стипендию и училась в Германии. Училась в Германии, вернулась в Перу, и чтобы работать в Перу, многие знают, наверное, как у нас в России, тоже иностранцу, чтобы работать в России, или нам, работать в Лондоне, и в общем, какой-то другой стране, нужно подтверждать диплом. И несмотря на колоссальный дефицит врачей, в Перу Дженни было сказано, знаете, в общем, вам нужно пару лет еще, в общем, подтверждать диплом. Ну, на что Дженни Делаторе решила, что нет-нет, поедет она обратно в Германию и снова будет там получать там докторскую степень. Она получила докторскую степень, Шарите вернулась, и снова такая же история. Несмотря с определенной ученой степенью, ей опять нужно пройти путь интерна, что вообще не входило в ее планы. Она вернулась снова в Германию, и так сложилась судьба, что она работала с бездомными женщинами, беременными, с детьми беспризорными, и в 2002 году сбылась ее мечта. Вот на слайде есть фотография здания. Это Газмхайццентрум, это центр здоровья для бездомных людей. Правительство Берлина, это в Берлине клиника находится, она работает сейчас, это поликлиническое отделение, по сути, амбулатория. Правительство Берлина предоставило помещение для Дженни и здание бывшего детского сада, где она устроила такой многофункциональный медицинский центр для людей, кто живет на улице, для бездомных, у которых нет доступа к медицинской помощи. То есть вот даже на слайде я скопировал с ее сайта расписание приема врачей. То есть это общая практика, это офтальмолог, это дерматолог, ортопед, стоматолог, ну и, конечно, социальный работник, человек по зависимостям, парикмахер, фотограф и, в общем, остальные гуманитарные экстренные сервисы. Что важно сказать? Уже про уличную медицину достаточно много было сказано мной. Еще раз, медицина уличная, она неотделима социальной помощи. Важно говорить про экономическую составляющую, о чем я тоже поясню. Зачем вообще это появилось, помимо просто быть здоровым, почему это выгодно и важно. Ну и, конечно, образовательные моменты тоже очень ярко выражены в этом направлении, в этой деятельности. Если брать медицину, то здесь в принципе все то, что делают врачи в поликлинике, в государственной поликлинике, в Петербурге, все эти сервисы это в большей степени, которые больше завязаны на непосредственно медицинской работе врача профессиональной, то это все делают врачи уличной медицины прямо на улице. Они лечат, они наблюдают, они выполняют рекомендации, пациента выписали из больницы. Это очень такая трогательная формулировка в выписных эпикризах, когда пациент без документов выписывается после апминодекотомии, после какой-то полосной операции, где ему спасли жизнь, со швами, с рекомендациями снять швы через 14 дней по месту жительства у хирурга. Что сделать вообще практически невозможно, потому что у человека нет места жительства, у него нет поликлиники, к которой ему приписано, нет документов. Вот эти рекомендации выполняют врачи. Они прямо на улице в фургоне принимают пациента, по срокам смотрят эту выписку, либо уже со слов понимают, что надо снять швы. Это очень важно, потому что нужно понимать, не снятие швов или не выполнение рекомендаций по терапии каких-то хронических заболеваний приводит просто к их усугублению, утяжелению, что качество жизни не повышает, так ухудшает. Снова человек может быть на грани жизни и смерти, никакой профилактики, никакой терапии базисной человек не получает. Швы не сняты, швы инфицировались, он снова поехал в больницу скрывать абцессу. Или у него бронхиальная астма и у него нет денег, нет доступа к пульмонологу или к терапевту, чтобы вновь обсудить вопрос базисной терапии и он после больницы, где ему купировали какой-то там приступ. То есть вот это очень важно понимать. То есть уличная медицина primary care, то есть это первичное звено, профилактика, это все то, чего лишены люди без документов. Направление к специалистам тоже важно, я буду об этом говорить, не все можно сделать на улице, это нужно понимать. То есть послушать легкие, посмотреть ухо, глаза, опросить, осмотреть кожу, перевязать, да. Ну, например, врачу-офтальмологу, врачу-гинекологу необходимо специальное оборудование и помещение, кабинет. Поэтому важно выявить эту проблему. Порой люди не могут понять, к какому врачу им нужно обращаться, что с ними, да, когда начинаешь обсуждать и настраивать пациента, что, знаете, вот как бы там не было, вам нужен гинеколог или там при беременности, да, например, на улице, уличных бездомных женщин, да, это не редкая история, да, вот, или там при снижении зрения, нужно проверить зрение, понять, какие очки нужны, и вообще узнали операция при катаракте или при гулукомии, в общем, что вообще происходит. Важно вот направить, сориентировать человека, да, в случае угрозы жизни снова, да, вызов скорой помощи. Это тоже важная функция врача на улице. Ну, в моей практике это не просто там боли в сердце, инфаркт под вопросом, какой-то острый коронарный синдром под вопросом, это не только гангрена пальцев, ног, и обморожение и прочее, это и были и острые кровотечения артериальные, и черепно-мозговая травма с кровотечением, то есть это действительно серьезные истории, когда человек приходит и он, как ничего не бывало, в общем, все вроде ничего, а когда начинаешь с медицинской точки зрения раскручивать его, расспрашивать, осматривать, понимаешь, что как бы нет, здесь нужно вызвать скорую, и это вот такой провайдинг, когда диспетчеру или врачу и бригаде докладываешь, в общем, достаточно скупым, сухим, информативным, медицинским языком, и это все очень, конечно, способствует эффективности, у нас никогда не было проблем в скорой помощи, и это наши друзья и помощники, и мы с ним прекрасно ладим, и они прекрасно понимают, что мы их реально разгружаем, да, то есть это тоже вот, чуть позже я скажу про эффективность и значимость этой работы. РВТ, ПТХТ, сложная аббревиатура, антиретровирусная терапия и противотуберкулезная химиотерапия, это лекарство против социально значимых инфекций, ВИЧ и туберкулез. Важно понимать, что прием этих препаратов, одни их пожизненные, а другой достаточно длительные. У бездомных людей порой снижена приверженность к этому лечению, они теряют таблетки, они не доходят до центров спида или туберкулезных диспансеров регулярно, например, да, они могут пропускать прием, и вот такой контроль, такой, может быть, немножко даже патерналистский подход именно к терапии, что, знаете, вот мы вам привезем ее, или мы вам, или, допустим, терапию от туберкулеза, и нужно контролировать, например, что вот ее выпили и проглотили эту таблетку. Вот такие вещи тоже могут делать врачи, врачи медицины, уважительно, договариваясь о времени, месте, получая согласие, безусловно, безусловно, но многие люди, даже бездомные, они рады и благодарны, что кто-то вот за них этот вопрос решит, и они только не противятся, не против, такой помощи со стороны. Почему? Да, тоже важно понимать, бездомные люди сложные пациенты, у них чувство времени, место порой может сильно варьироваться, они не могут так же, как, допустим, мы с вами прийти там через две недели ровно в 15.30 в поликлинику в кабинет 4. Даже если им сказать человеку на улице, пациенту, прийти через пять дней в приют, где мы будут медики, фургоны, лекарства и перевязки, это не факт, что он придет. Вот, потому что ментальные изменения у человека, который прожил на улице больше шести месяцев в среднем, да, это такие данные дает старейшая организация в Петербурге «Ночлежка», что около шести месяцев нужно человеку, чтобы уже смириться с судьбой и самостоятельно не выбраться с улицы, перестать там сильно обращать внимание на внешний вид, возможно получить какую-то химическую зависимость в виде алкогольной зависимости, например, чтобы забыться, потому что общество уже перестало замечать человека, общество перестало пускать человека в публичные места, человек стал меньше заботиться о себе, и здесь вопросы комплентности, что человек придет куда-то или что-то будет принимать по расписанию, это очень сложный вопрос, поэтому чем раньше и чем профилактичнее будет наша помощь, тем лучше, в том числе медицинская, и это важно понимать не только про антиретровирусную терапию или туберкулез, а это в принципе заболевания, которые распространены вообще в популяции, вообще среди населения, вот, что есть такая вот проблема. тестирование, опять же, на тот же ВИЧ, туберкулез, флюорография, через мобильный флюорограф, какие-то простые лабораторные тесты, крови и мочи, это все можно делать, это тоже очень важно, раны, большая область нашей работы, на улице, там, каждый, может быть, второй или третий пациент, это человек с раной, это рана, может быть, он порезался, когда, значит, искал себе там еду или, в общем, не знаю, собирал цветной лом, чтобы сдать его и получить какие-то деньги на пропитание или что-то купить себе, да, как-то заработать, вот, или это какие-то труднозаживаемые трофические язвы, которые образовались из-за отсутствия доступа к душу, к стирке и каких-то простым гигиеническим процедурам, да, какие-то тоже такие хронические заболевания, которые могут тоже приводить к образованию ран, древнейшая вообще проблема со здоровьем, и раны это интересная область медицины, чтобы заниматься ею, это междисциплинарно тоже, и об этом я тоже буду говорить про подходы, да, что бездомный это такой коморбидный пациент, как бы это ни звучало, может быть, мейнстримно, но на самом деле не бывает человека, у которого есть только одна проблема, вот, это всегда будет еще что-то, то есть чаще всего, вот я тоже здесь пишу, да, про химическую зависимость, ее нельзя скидывать со счетов никогда в жизни, если вы хотите заниматься лучшей медициной или занимаетесь ею, ну, часто можно слышать от пациентов, когда, к сожалению, они подвергают дискриминации и им говорят, ну, ты сначала переломайся или там протрезвее, потом будем тебя лечить. И порой это сделать по щучку пальцев невозможно, это зависимость, которая не решается за один день. Она бывает, да, физиологическая, что там рецепторы ждут, значит, стимуляции, а есть психологическая, когда необходима реабилитация там, длительностью там, в несколько месяцев шесть или двенадцать и очень сложная такое насыщенное психологическое сопровождение. Это сделать вот сию секунду нельзя, но человек болеет. Что делать? Ну, принять это, принять и учесть, что да, ты сегодня вот там, пьян или ты там в абстиненции, но это не значит, что мы не будем тебе перевязывать рану, не значит, что мы не будем тебе говорить, как принимать таблетки и говорить, когда мы приедем, потому что или давать листовку и жетоны, чтобы ты доехал до какого-то пункта там помощи, да, но понятно, что может быть эффективность этого будет низка, но все равно сегодня вот так, а завтра он придет и он вспомнит, и он найдет эту листовку наутро и будет вспоминать судорожно, что же было вчера, но в общем прочитает и поймет, что может быть. В общем, есть большая надежда и даже помимо надежды есть результаты нашей работы, когда ты видишь действительно, что человек понимает, что у него есть проблемы. Я знаю многих бездомных, которые говорят, или людей с химической зависимостью, которые там психоактивные вещества употребляют, и они говорят, мы хотим с этим покончить. То есть они вот прям делятся своими планами на жизни, как уж у них есть дети, внуки, и как здорово, как им достала такая жизнь, как они хотят из этого выбраться. И важно дать человеку информацию. Порой вот это информирование и профилактическая вот эта вот помощь в плане информации. Сказать, что знаете, есть вообще-то 12 шагов, такая прекрасная эффективная программа по психологической поддержке. Есть равные консультанты, которые прошли через это, которые могут на группе дать тебе поддержку. Есть вот эти группы анонимных алкоголиков, наркоманов, это все есть, пожалуйста, вот здесь, вот ты можешь сюда сходить, вот сюда сходить. Это же люди на улице, они мало знают про это. И важно это сказать, проговорить. Вот. Значит, наверное, про вакцинацию тоже это большая мечта делать это в России. Вот. Мы это не можем сейчас делать. Вакцины дороги. Вакцины есть в государственной сети, к которой прийти бездомный без документов не может. Но это тоже профилактика. Коллективный иммунитет важен, если у многих наших сограждан будет антитела к каким-то инфекциям, это снизит в популяции эту заболеваемость от этой инфекции. И, в принципе, качество жизни отдельного человека может резко повысить. Если человек не заболеет гепатитом А, если будет пить воду из обводного канала, или брюшным тифом, который тоже есть в Петербурге, как бы там ни было, или другими более нашими какими-то привычными заболеваниями в виде пневмонии, отитов, это все можно префлактировать вакцинацией прямо на улице. Как это делается за рубежом, наши коллеги берут термоконтейнеры, берут вакцины с медицинского центра и идут на улицу вакцинировать. И это работает, это можно делать, это важно делать. И, ну, в общем, как бы, значимость, безусловно. Социальное сопровождение это то, что, вот, да, собственно, я говорил уже, оговорился, да, что помочь человеку решить его социальную проблему тоже важно. Выяснить ее, потому что мы не можем на улице сделать все, мы не можем выписать квоту на эндопротезирование сустава. Да, у человека сломана шейка бедра, он ходит на костылях, мы дали этому костыли, мы дали ему там бейсболивающие препараты, но мы дали ему информацию и дальше мы дали контакт социального работника и социальный работник дальше уже занимается человеком, пациентом нашим, да, чтобы человеку установить документы, чтобы он пришел в поликлинику и получил эту квоту. Вот, то есть важно понимать, что нельзя не учитывать личность, да, важно не только видеть пациента, что вот он с медицинской точки зрения болен, мы его лечим. Важно видеть вообще в пациенте человека, вот какой бы он там ни был, снять с него этот слой грязной одежды, 15 одежек зимой, да, и понять, что за вот этим всем есть человек, у которого есть огромный опыт жизненный, который может перекрыть твой, который знает больше всего на свете про каких-нибудь там статуй Татухамона, да, и знает четыре языка, и может спокойно с тобой поговорить на улице на четырех языках, хотя у него пакетик, в котором там алюминиевые банки, и он, в принципе, ест из пластиковой тарелки бесплатную еду, ну вот, и жалуется на боль в горле. Ну, в общем, такая история, что это очень разные люди, и важно это понять, да, что это, вот вы можете видеть бездомных на выходе станции метро восстания, да, такие дедушки с бородой на картоне, а есть бездомные, которые ходят опрятно, мы их никогда не различим в толпе, что этот вот он без дома, он сегодня ночует в приюте, а ходит он по городу, потому что ищет работу, или ему восстанавливают документы, он не может это ускорить, вот он ходит, смотрит по городу с пакетиком, с сумочкой, с рюкзачком, и вот ночует где-то в каких-нибудь там ночлежках, да, и это тоже важно понимать, и эти люди, и те, и те, они тоже наши пациенты, они все разные, это могут быть и женщины, и мужчины, и взрослые, и худые, и старые, и толстые, абсолютно разные, и это безумно интересно еще узнавать про людей не просто как про очередных пациентов, а просто вот наполняться их этим общением, потому что оно порой бывает очень интересно. Про экономическую составляющую, да, уличную медицину, почему она вообще возникла в том числе, почему это важно, это такой, знаете, слайд для организаторов здравоохранения, вот, особенно для наших государственных организаторов, и мне тоже это очень важно знать и понимать, и рассказать вам, потому что вот вот я ссылаюсь на прекраснейшую, прекраснейшую работу, такой, значит, пресс-релиз, то, что там три года назад, уже ровно три года назад медицинская больница, госпиталь, один даже, сэкономил до 3,7 миллионов долларов на emergency department, да, то есть это AD, на отделение скорой помощи, на приемном покое, да, то есть создав группу уличной медицины. Что это такое? Как это вообще выглядит, если в наших реалиях, дешевле лечить на улице, чем привезти пациента по скорой помощи в приемный покой больницы, там ему в течение часа поставят диагноз, выпишут лечение и выпишут, потому что у него нет показаний для госпитализации, и врачи будут правы, потому что, например, человека привезут срезанной раной пальца, которая произошла неделю назад, его перевяжут и выпишут, или он приедет с неосложненной пневмонией, ну да, с температурой, мы сделаем рентген, мы поставим диагноз, но никто не будет его госпитализировать, потому что, в принципе, пневмонию можно лечить дома, амбулаторно, на дому, но так как у наших пациентов нет дома, они живут в тех условиях, в которых живут, в разных, вот затраты на то, чтобы врач с медицинским образованием, с широким кругозором, с междисциплинарным подходом пришел к этому пациенту, который кашляет в палатке под мостом, и послушал легкий, и сказал, слушай, у тебя тут пневмония, вот тебе антибиотики, вот тебе муколитики, вот тебе лечение, завтра, послезавтра я тебя еще навещу, он приходит послезавтра, человек лучше, у него там нет температуры уже, он приходит еще раз послушал, хрипов меньше, человек живет в своих привычных условиях, но он лечится, или у него рана какая-то, которую не нужно хирургически лечить, отрезать ногу, ампутировать конечности, пальцы и прочее, ну рано и рано, привезли его по скорой, перевязали, все то же самое можно сделать под этим мостом, в палатке живет, у него рано, он пришли, ну что тебя беспокоит, ну вот у меня рано, расскажи поподробнее, он рассказал поподробнее, как это все случилось, мы его разбязали, разбинтовали, наложили повязки, дали с собой еще лекарства, что очень важно понимать, в уличной медицине принято давать сразу лекарства на руки, чтобы у человека не было как бы проблем с доступом к расходным материалам, медицинскому назначению, потому что часто у людей либо нет доступа в аптеку, либо у них нет денег на эти лекарства, мы им сразу даем, вот мы дали эти все мази, он сам перевязывается, через три дня еще раз пришли, посмотрели, затягивается лучше, рано очистилось, еще через три дня, и в общем, если посчитать, в Штатах посчитали, это замечательная экономическая работа, что лечить на улице дешевле, чем вызвать скорую помощь, потратить деньги налогоплательщиков на вызов амбуланса, работу фельдшера, водителя, бензин, работу, приемного покоя, медсестры регистратора, весь этот расходный материал, оборот койки, это все стоит определенных каких-то денег, и самое обидное, что это совершенно неэффективно в определенных случаях, и вот уличная медицина возникла вот в том вакууме, когда человеку некуда пойти, и где важно вот это было проводить, вот это вот лечение прямо там, и экономически это стоит недорого, да, что стоит человеку взять стетоскоп, который у него дома, и, в общем, масочку надеть, и свои мозги, в общем, которые он там штудирует, up-to-date читает, и, не знаю, повышает свой уровень знаний. В принципе, это практически ничего не стоит, ну, раз уж там работу можно посчитать, но это намного дешевле, чем задействовать целые когорты сервисов, государственных в том числе, и это замечательно, что есть уже такие работы. В России, конечно же, это никто не считал, но если это посчитать, это будут абсолютно такие же цифры, и абсолютно такие же уравнения, что дешевле, а что дороже. Вот. И про обучение, ну, я скажу немножко про опыт зарубежных коллег, и про наш конкретный, и немножко уже буду говорить про наш проект петербургский. Значит, уличная медицина и улица, ее часто называют классрум, то есть, это учебная комната. Многие менторы, адепты, врачи уличной медицины в мире это прекрасно понимают, потому что чаще они еще преподают в каких-то медицинских колледжах, при которых вот уличная медицина преподается, ну, она преподается на улице, просто применяются их знания, студентов и врачей. на улице в таких-то условиях и с такими-то пациентами. Никто не говорит про эксперименты, да, надо сразу понимать, что всегда и у нас в Петербурге, и в мире есть врачи-специалисты с большим опытом, которые им откликаются, у которых есть определенная мотивация, у всех своя, лечить бездомных людей. Кто-то устал от системы, кто-то устал от бюрократии и государственных больниц, кто-то просто уже в предпенсионном возрасте работает там раз в две недели где-то там немножко, чтобы для стажа, а все остальное время в принципе ему нравится вот то, что делаем мы на улице, да, и всегда есть наставник, есть опытный врач, который разбирается очень большим количеством каких-то заболеваний, проблем, есть вокруг этого врача, который делится знаниями, студенты, есть молодые специалисты, и это как раз обучение вот так называемое в поле, да, на рабочем месте, которое является улица, приют, машина, медицинский кабинет мобильный, вот, часто это основная обучающая модель, у нас в Петербурге мы еще проводим лекции друг до друга, такой док-ту-док, но только по уличной медицине, значит, мы провели уже вебинар по ВИЧ-бездомности, это прекрасный доктор-психолог из спеццентра, и у нас на январь запланировано еще семь, какие-то они только закрытые для своих, потому что очень много специфики, очень много логистики, которая не для широкого круга, она вообще просто неинтересна будет, но где-то какие-то в широком публичном доступе будут, и они имеют охват не только для врачей, но и для людей без медицинского образования, да, это будет интересно тоже послушать, изучить, посмотреть в записи или в онлайне и задать вопрос лектору, вот, это мастер-классы, вот фотография прекрасная, когда доктор-хирург Ирина, которая стоит посередине, да, вот она привела мастер-класс по перевязкам, помимо того, что она ходит и лечит бездомных в приюте, и хирургическую какую-то помощь оказывает, консультации, да, и перевязки, и с высоты своего опыта клинического, да, и знаний, вот она молодых специалистов тоже обучает, и это тоже здорово, и про первую помощь у нас тоже есть проекты, когда медики получали сертификаты Красного Креста по первой помощи, помимо вот нашей основной медицинской деятельности. Благодарим больницы возникло в 18-м году, то есть уже два с половиной года я лично и еще часть моих коллег и просто невронодушные люди занимаемся уличной медициной в Петербурге. Возникла это как личная инициатива, я просто узнал, что дети мигрантов не имеют доступа к медицинской помощи в поликлинике. Это получилось через детей, потому что началось все с детей, потому что я врач детский и у меня очень много коллег, кто педиатр и тоже сотрудники поликлиник и больниц, и в общем как-то мне стекалась информация о том, что вот вызывают на дом участкового педиатра, педиатр приходит, ему говорят жалобы, ребенка осматривают, врач оказывает помощь, и потом встает вопрос о заполнении статталона, такой документ, в котором нужно указать полис, ОМС, номер его, ребенка или мамы, документы, и естественно это невозможно было сделать, потому что ребенок иностранный гражданин, у него нет полиса, у родителей нет гражданства, они могут быть даже и нелегально находиться, может легально, это не имеет никакого значения, документов нет, вызов не оплачивается, врач в расстроенных чувствах уходит в поликлинику, и дальше там есть несколько сценариев, иногда тот адрес, на который он сходил, в определенную какую-то базу там помечается, что знаете, там живут иностранцы, и мы к ним скорее всего не пойдем, а будем предлагать им вызвать неотложную помощь, скорую помощь, вот, то есть пусть приходят и приезжают, либо будут приходить, но это конечно будет такой каторгой для врачей, к сожалению, такова система, не врачи там плохие, или кто-то там, все наоборот, точно наоборот, система не гибкая, она не приспособлена для того, чтобы определенные люди в нашей стране получали обычную медицинскую помощь, первичную, базовую, медико-санитарную, несмотря на конституцию, несмотря на федеральный закон, вот, и мало того, что вот есть такие прецеденты, да, вот этот ребенок, он лишается диспансерного учета, он не может пойти вакцинироваться по календарю, да, он не защищен от инфекции, он, в принципе, в зоне риска, да, там, и это было, конечно, печально осознавать, ужасно, и, в общем, мне хотелось это как-то изменить. На тот год, на тот момент, к сожалению, это было делать невозможно, не было ресурсов, знаний, и вообще инфраструктуры, и потом, в общем, так получилось, что найдена была вот такая модель, как уличная медицина, что помимо мигрантов и детей, да, есть еще бездомные люди, которые также вот лишены помощи, а им оказывать медицинскую помощь проще. Во-первых, это взрослые, во-вторых, они живут на улице, есть так называемая уличная медицина, и вот 26 июня 2018 года, вот эта историческая фотография у нас до сих пор нет какого-то помещения, мы больница без стены, такой оксюморон, на самом-то деле, у нас есть какая-то инфраструктура, где мы там собираемся, но это всегда разные места, нет никакого офиса, мы собрались в одном кафе, и вот там врачи и не врачи обсуждали, как мы будем делать дальше, там 5 человек, первый чатик ВКонтакте, и в общем, какая-то история про онлайн-коммуникацию, которая продолжается до сих пор, что значимо снижает, то есть абсолютно убирает из нашего поля зрения административные расходы на помещение или на коммуникацию. Прекрасная цитата, которую я очень хочу произнести, «Малая группа преданных делу лиц может изменить мир». Это действительно так. Это Пол Фармер, о котором я уже говорил, это действительно за два года проект возрос просто до невероятных масштабов, это порядка 170 волонтеров, это 10 мест, где мы оказываем медицинскую помощь, это 6 дней в неделю, регулярно, системно, 2,5 года, цифры я потом покажу, вот, это тимбилдинг, это вот, да, эти слайды прекрасные, это не только про медицину, о чем тоже я чуть позже тоже покажу, это про прекрасных людей, отзывчивых, с яркими просто судьбами, с сильнейшей мотивацией, интересные, абсолютно тоже разных, которые объединились вот одной общей идеей, что важно быть здоровым, и важно быть здоровым, и быть здоровым, это не какое-то исключительное право, это не привилегия, да, это каждый имеет, каждый имеет, должен иметь возможность быть здоровым, получать вот эту простую консультацию врача и какое-то медицинское обслуживание. Про детей мигрантов есть продолжение. Дело в том, что спустя два года благотворительный фонд «Гуманитарное действие», который занимается ВИЧ-инфекцией и профилактикой заболеваемости среди населения в Петербурге, у него появилось помещение, появился медицинский центр с медицинской лицензией, но не было врачей. И так получилось, что на проекте наоборот у нас очень огромное количество врачей разных специальностей, и мы соединились, мы объединились. И помещение от фонда, врачи от больнички, как мы ласково называем благотворительную больницу, и уже несколько месяцев семь специалистов, вот тут слева есть такая листовочка, которую мы подготовили для раздачи на улице в том числе, она даже переведена на несколько уже языков СНГ, которые мы тоже распространяем среди мигрантов, офтальмолог, дерматолог, акушер, лор, педиатр, хирург, терапевт принимают пациентов бесплатно, без дискриминации, наркофобности и каких-то вот таких такого отношения. Уважительно, толерантно ко всем, к детям, к взрослым, по записи, да, у нас есть, есть, да, определенное вот тоже расписание работает, не каждый день, но это уже что-то, и это здорово, это очень востребовано, очень популярно среди пациентов, у которых нет возможности сейчас получить консультацию специалиста, там же можно сделать бесплатные анализы, да, то есть, и это безумно классно, туда тоже приходят дети, поэтому история немножко в общем реализовалась, как изначально мне хотелось очень. Вот, немножко цифры, о которых я говорил, значит, если посмотреть на прошлый год и на этот, на 11 месяцев, ну, 12 еще не посчитан, колоссальный запрос на медицинскую помощь на улице есть, и он растет. В этом году, понятно, что это было связано с пандемией коронавирусной инфекции, в период которой мы работали, о чем тоже сейчас будет пару слайдов, в прошлом году 5 тысяч, чуть больше, 5 тысяч обращений, именно факта, что к врачу подошли люди на улице и попросили помочь, да, выдать лекарства, перевязать рану, проконсультировать по какому-то вопросу. В этом году уже почти 7 тысяч, обращений, по перевязкам около тысячи, так и мы и находимся на таком уровне, ну, вызов скорой помощи в этом году было больше, вот, какой-то ургентности тоже получается выявлять, помогать, вот, с точки зрения еще диагностики. Коронавирусная инфекция, конечно, несла коррективу в нашу работу, мы не прекратили работать, у нас часть сотрудников, часть волонтеров ушла в красную зону в государственных больницах, я тоже работал в реанимации для инфекционных больных, часть медиков, волонтеров лишились рабочих мест, потому что амбулаторный прием был закрыт, поликлиники закрыты, частные медицинские центры закрыты, больницы переполнены, перепрофилированы на ковид, плановая госпитализация была прекращена, и поэтому огромное количество пациентов и уличных, и даже малоимущих, которым нужна была консультация, кому нужно было лекарство, кто лишился работы, у которых не было денег, там, на бесопролол, там, я не знаю, или на какой-нибудь кетанол, в общем, и они не могли снять швы или перевязать рану, что могли делать раньше в поликлинике, они приходили к нам, мы испытали большой подъем обращаемости, у нас наша система уличного здравоохранения испытала определенную нагрузку, но мы выстояли, ребята молодцы, мы были полностью экипированы по всем рекомендациям ВОЗ, нам и эти, значит, респираторы 2-3 класса защиты, СИЗы, остального, да, в общем, необходимые это и щитки, очки, и тайвэки, вот, и, в общем, продолжаем быть настороженными, потому что безопасность волонтеров, она превыше всего, безопасность наших врачей, то есть, вот, среди наших врачей тоже есть люди, которые заболели ковидом, эпидемиологически мы не знаем, где они заразились, но есть люди, к сожалению, да, тоже перенесли инфекцию, ну, в достаточно легкой форме, без реанимации, без каких-то летальных исходов, но мы тоже страдаем от этого, потому что мы тоже на первом рубеже обороны, работы, в поле. Тимбилдинг, это, безусловно, про больничку, мы не только про медицину, мы не только медицин, мы не только медицинский проект, важно понимать, что огромное количество людей находят друг друга, друзья здесь, у нас уже там две свадьбы, какое-то бесконечное количество всяких разных мероприятий, от квиза до спелеологии, значит, костры, я не знаю, выезды на природу, в гараж, в гараж, там, поиграть на гитаре или устроить квартирник какой-то, в общем, это все ребята самоорганизуют, у нас нет какой-то тамады, там, впрочем, вот, кто во что гараж, кто-то делится крафтовым пивом, который сварил дома, кто-то сыром, и, в общем, все это классно происходит в таком вот комьюнити, который возникло и который продолжает жить, оно живое, люди приходят, люди уходят, но есть все равно вот эта связь, что мы из больнички, мы там вот до сих пор общаемся, да, есть даже такая вот тенденция, многим нужно где-то жить из волонтеров, да, они снимают жилье, и так получилось, что сдружились ребята, они сняли большую квартиру, и каждый по комнатке, и таких квартир уже две, такие ББшные квартиры, где можно и собираться, и где живут люди, которые знают друг друга, в бытовом плане им, конечно, проще, это тоже очень важно, понимаете, это такие мелочи, но это это важные мелочи, они, конечно, характеризуют весь проект, ну, вот, тоже на слайдах, а мы часто сдаем кровь, мы доноры, я донор, я хожу, сдаю кровь, у нас прям регулярные расписания, мы сдаем всегда в одно и то же время, и плюс-минус, там, неделька, и подгадываем, и ходим большой толпой, например, и это классно, и инициатива важная, и делиться, и в том числе, вот, быть донором, да, вот тоже какой-то выход, где-то мы за городом, в общем, вот, ну, подходя к завершению, я, конечно, хотел сказать, что проект, он живет благодаря вам, благодаря людям, небезразличным, к проблемам, общества, которые не проходят мимо, на улице, не проходят мимо, там, инфоповода какого, читают нас, читают наши паблики, статьи, распространяют информацию, и нам, конечно, нужна помощь, вот, нам нужна помощь, прежде всего, волонтерская, потому что, на данный момент, проект волонтерский, у нас нету зарплат, у нас нет административных расходов, мы собираемся в бесплатных, каких-то каворкингах, и пространствах, дружественных нам, такого в Петербурге очень много, мы используем социальные сети, для общения, вот, и, конечно, людей могут лечить только люди, вот, и, это большая ценность, поэтому, если вы врач, или фельдшер, или медсестра, или студент-медик, и вам, в принципе, интересно, это все увидеть, посмотреть, как это все выглядит, приобщиться, и, помочь в профессиональном плане, пробонно, бесплатно, бездомным людям, можно это делать, это только приветствуется, я буду рад, если мы с вами познакомимся, и вы привнесете что-то новое в проект, или реализуете свои, там, потребности, и свою мотивацию, как-то адаптируете к такому виду медицинского волонтерства, можно, как помочь, да, можно по месту своей работы, где бы вы там ни работали, в частном центре, или в государственной больнице, или в травмпункте, или на скорой, помогать очно осматривать пациентов в меру своей возможности, безусловно, загруженности, иногда нам нужны какие-то специфические анализы, иногда, пока человек там восстанавливает документы, а это может быть не только месяц, может быть год, например, да, он подтверждает, что он живой, а не мертвый, потому что его там по суду, в общем, это все делается долго, в общем, человеку нужны какие-то, вот здесь сейчас, анализы, консультации специалистов, если вы тот самый специалист, или тот человек, который может провести этот анализ, по месту своей работы, здорово, если у нас получится это сделать, и договориться, можно дистанционно, заочно, консультировать пациентов, иногда нам нужно просто позвонить, спросить, что делать, хотя бы маршрутизацию продумать человеку с медицинской проблемой, куда его направить, можно приехать к нам, прийти к нам на встречу волонтеров, пообщаться, и пойти работать в поле, в те приюты, ночлежки, на улицу, где мы оказываем медицинскую помощь, у нас очень здорово с лекарствами, у нас нет дефицита того, что нам очень нужно, у нас порой приходят врачи и говорят, откуда у вас столько лекарств, ну а там в поликлинике столько нет, там или в больнице, то есть у нас в принципе с этим проблем нет, у нас здорово можно реализовать свои навыки и опыт, потому что у нас есть инструменты, у нас есть эти патроны, лекарства, о которых тоже скажу, они нам тоже очень нужны, поэтому если вы готовы нам купить какие-то лекарства, или принести их, или организовать сбор, например, по месту своей работы или учебы, например, тех же бинтов, которые просто уходят, как пирожки горячие зимой, потому что очень много раны, обморожений, и это, как я уже говорил, раны, это такая одна из основных наших деятельностей в медицинском плане, здорово, если так будет, можно посмотреть, что у вас в аптечке домашней, и понять, что вам это не нужно больше, вы уже выздоровели, и, в принципе, по сроку годности важно нам понимать, сориентироваться, чтобы это все было годное, принести нам даже начатый блистер каких-то таблеток, мы тоже их отсортируем, учтем, и выдадим тем людям, которым они действительно нужны, поэтому лекарства, это, наверное, основная статья наших расходов, потому что иногда тех лекарств, которые нам пожертвовали, или которые мы нашли, на раздельном сборе собрали, или какой-то через аптеку шеринг, нам их не хватает, поэтому мы их покупаем, поэтому финансовая помощь, ежемесячные пожертвования, регулярные, или разовые, это тоже здорово, потому что, в принципе, других расходов, как покупать бинты, перекись коробками, или там какие-то безрецептурные лекарства для бездомных людей, других расходов финансовых у нас и нет, вот, и будем рады такой помощи тоже, несколько, значит, контактов, они, наверное, повисят пока, на слайде, вот, мы есть в разных социальных сетях, подписывайтесь на нас, читайте, спрашивайте, задавайте вопросы, мы очень живое сообщество, мы реагируем на запросы тех людей, которые нас читают, и что-то у нас спрашивают, вот, и всегда готовы к какому-то интересному сотрудничеству, абсолютно разноплановому, вообще даже фантазировать не буду, потому что есть абсолютно разные истории, как нам помогали или помогают, и это здорово, вот, поэтому даже если вы думаете, что это безумная идея, пишите, мы такие же безумные люди, мы любим безумные идеи, и чаще всего они оказываются те самые движущиеся силы для нашего проекта, ну вот, и в общем, будем рады, пишите нам, звоните, спасибо. Так, значит, поступил вопрос, достаточно классный, спасибо, что вы его задали, про то, как помочь бездомному человеку, вот, прямо сейчас, в Петербурге. Ну, сейчас важно понимать, что сейчас очень холодно, ну, может быть, не сию секунду, там, может быть, снежок мокрый, и плюсовая температура, но в ближайшие недели, месяцы будет достаточно холодно, поэтому, первонаперво, ну, не проходите мимо, главный такой, да, момент, важно в нашем потоке какой-то суеты, и езды, ходьбы по улицам Петербурга, в общем, просто остановиться, увидеть человека, что вот он там сидит, или лежит, что более тревожно, и остановиться, подойти к нему, вообще вступить к нему, хотя бы в вербальный контакт, потому что важно понять, человек в сознании или нет, и важно, наверное, очень рекомендую носить там пару перчаток, чтобы, если что, там, вот, если у вас есть какие-то, ну, опасения, и я вас прекрасно понимаю, надеть эти перчатки и потрясти человека за плечо, вообще там, слушайте, что с вами случилось, как вообще, да, вступить с ним в контакт, есть, да, как бы два пути развития событий, человек, в принципе, отвечает вам, он сидит, и отвечает на вопрос, и он говорит, что ему не холодно, он просто вот сидит, и, в принципе, что можно сделать точно, это купить ему горячую чашку чая, кофе, булочку, картошку с грибами, в общем, и, в общем, горячую еду ему какую-то дать, если ближайшие, там, шаверны или кафе, вот, это важно, потому что горячая еда, это такая экстренная, гуманитарная помощь, потому что, чтобы у человека были силы дальше куда-то идти, или восстанавливать свой, там, паспорт, и решать какую-то проблему, нужно быть не только здоровым, но и сытым, вот, и горячая еда, конечно, может быть, ободрит и согреет человека, вот, буквально, вот, есть второй момент, когда человек спит, он может спать, он может плохо и вяло реагировать на ваши ответы, причин, может быть масса, мы можем фантазировать сейчас как угодно, это может быть проблема со здоровьем, это может быть химическая зависимость, и все что угодно, важно не оставлять человека лежать на холодном асфальте, земле, картоне, неважно как, он, если не может встать, или не может контролировать свое движение, важно, конечно, вызвать скорую помощь, потому что, если это медицинская проблема, и врачи помогут, если даже эта проблема не угрожает жизни, но если мы оставим человека на улице, то он просто может замерзнуть, к сожалению, в Петербурге ведет статистика государственная, сколько людей без имени и без паспорта, и неопознанные, замерзают каждую зиму в Петербурге, да, и эта цифра, безусловно, занижена, к сожалению, да, то есть мы не знаем даже точно, этих людей больше, вот, и поэтому, даже если приедет скорая помощь, мы уже не узнаем там диагнозы и прочее, это такая закрытая информация, но его отвезут в больницу, где его посмотрит врач, и чаще всего в лютые морозы, в очень высокий минус, до утра таких людей могут оставить прямо на покое, и специально там закуточки, как бы они там не выглядели ужасно и страшно, но он будет в тепле, мы будем знать, что, ну вот, если он будет, там находиться до утра, утром проснется, придет в себя и пойдет на своих двоих ногах, да, живым и невредимым, дальше, в общем, на улицу, но он будет жив, вот, я не рекомендую вам давать деньги бездомные, даже если не просят, всегда спросите, зачем, зачем вам деньги, я встречал какие-то просто безумные запросы, зачем нужны деньги, и всегда их можно было решить, не давая деньги человеку, человек хочет есть, самый частый вопрос, я голоден, мне нужны деньги на еду, окей, будь здесь, сейчас я схожу и куплю тебе еды, на вынос, чаще всего сейчас в ковид все на вынос, поэтому все удобно и очень, вот, пожалуйста, если ему нужен проездной билет, и говорит, мне нужно метро, окей, ну носить с собой пару жетонов, или БСК со 100 рублями, которые вот он может потратить именно на транспорт, ему нужен билет домой, окей, есть организации, которые помогают уехать домой, человек приехал в Петербург, он потерял документы, приехал на работу, все, не понравился город, хочу обратно в Курган, в Курган, чтобы уехать, нужен, не знаю, ну, поезд, да, или сколько-то дней пути на автобусе, или самолет, есть организации боготворительные, например, ночлежка, есть мальтийская служба помощи, где можно обратиться и получить эту помощь, когда билет купят бесплатно, просто потому что ты есть, у тебя есть документы, хорошо, да, мы их ли восстановим, или у тебя они есть, и ты по временному удостоверению, или постоянному личности уедешь домой в Курган, вот, и важно просто владеть этой информацией, да, возьмите телефон в руки, погуглите, где это, в общем, находится, и у ночлежки есть замечательные листовки, которые можно распечатать, там, с картой, как доехать с режимом работы, вот, это служба консультативная, где соцработники общаются и выясняют запрос, дать эту листовку, дать жетон и сказать, вот, завтра в 10 утра открывается служба, бесплатно, без документов, приходи, никто ничего не будет спрашивать, расскажи про свою проблему, что ты в Курган хочешь уехать, да, иногда просят лекарства, про лекарства здесь такая история, что вот больничка, благословительная больница, проект, который занимается, вот, уличной медициной, где медики-волонтеры не просто осматривают, они выдают лекарства, хорошо, у нас в паблике есть эти листовки, где мы работаем, пожалуйста, распечатайте ее, и тоже можно ее дать, людям, и они, если это близко, если не близко, то есть жетон на метро, чтобы они доехали и получили эту медицинскую помощь, бесплатно, ее уже в большом объеме, в разных местах города, в разных локациях можно получить, и это здорово, то есть, где бы вы там не встретились, ближайший какой-то пункт помощи, где можно и медицину тоже получить, ну, будет в какой-то вот доступности транспортной, не какой-то сверхдальней, вот, то есть, ну, в течение часа уж точно можно доехать, вот, значит, есть еще такая категория бездомных, им не нужна скорая помощь, они контактны, они с вами разговаривают, вы их накормили, напоили, ну, у них, допустим, ноги болят, они плохо ходят, и вы понимаете, что человек плохо ходит, и у него болят ноги, или болит спина, он там немножко простужен, но это вопросы не жизни и смерти, да, у многих у нас иногда болят ноги, и болит спина, и мы плохо ходим, и медленно, и часто останавливаемся, и где-то даже присаживаемся на скамеечку, вот, это так называемые маломобильные люди, да, или, допустим, бездомные на инвалидных колясках, например, да, то есть, они замело, значит, Невский проспект, его не расчистили, какую-нибудь там кирочную, в общем, вот они там, значит, по этим сугробам встряли, и, в общем, их может вообще всех замести, для, в этих, в этих такие моменты, ну, и вообще, очень рекомендую пользоваться этим телефоном, есть социальный патруль, это вот о том, о чем я говорил, что придумал Ксавье, и что в Петербурге работает, не так давно, это специальная машина, которая даже перевозит маломобильных людей, на инвалидных колясках, социальный патруль, значит, я зачитаю этот телефон, 703-82-30, 703-82-30, телефон в будние дни вам ответит соцработник, и он даже удаленно вас проконсультирует, и скажет, что делать, даже если вы все забудете, вы можете просто позвонить туда, и сказать, что делать, можно позвонить в ночлежку, вот, тоже, телефоны у них разные, посмотрите на сайте, и просто проконсультироваться, важно, наверное, еще раз, из чего я начал, просто остановиться, зафиксировать свой взгляд, и понять, что, ну, дай-ка я попробую, дай-ка я спрошу, потому что, никогда не знаешь, чем это все обернется, никогда не знаешь, что будет с этим разговором, да, и, какой запрос, и, в принципе, много чего можно решить, прямо там, на улице, прямо, имея телефон, с мобильной связью, и интернет, чего нет у бездомных, и это просто информация даже, вот, и какие-то там расходы на булку с кофе, вот, поэтому, не проходите мимо, вот, берегите себя, будьте милосердны, гуманны, и внимательны к себе, и к окружающим, нас, всех, людям. Спасибо вам большое, что сегодня смотрели, надеюсь, было интересно, вот, любая обратная связь, я буду рад вам помочь, какой-то информацией, вновь, даже удаленно, вне рамках этой лекции, и это, в общем, выступление. Спасибо большое, счастливо, хорошего дня. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok